Всем привет дорогие друзья с вами Полески и сегодня мы построим топовый 486 компьютер как аутентично выглядит у нас системный блок именно такие системники я помню раньше стояли в офисах в конце девяностых в конце середине девяностых именно вот такой это они имели единственное что здесь не слишком аутентично это CD-ROM который на 32 скорости тогда таких конечно не было тогда были 8 16 и 24 все что я видел и второе это монитор монитор не LT то есть не с электронной лучевой трубкой а вот такой вот TFT тогда это была очень большая роскошь и мало кто себе мог позволить такие мониторы да и они по-моему были та черно-белые первые эти мониторы все остальное как клавиатура колоночки это прямо оттуда и мышка лишь у меня была конечно немножечко другая когда у меня был первый компьютер мой pentium 166 mmx но сейчас не так просто найти все эти комплектующие но я постарался и будем с вами сейчас делать топовый 486 компьютер используем мы материнскую плату которая называется tomato board 4 dps версия на плате написано 2.1 bios почему-то говорит что 1.5 кому из них верить честно говоря не знаю вот у нас здесь полноценный socket 3 в которой кстати неправильно вставив процессор можно спалить и плату и процессор так что здесь очень важно соблюдать вот этот вот ключ вот видите такой раз и один из скосов здесь немного другой чем у других углов процессора его нужно совместить вот с этим местом где где один контакт который вот лишний видеть рядом с другими именно вот так потому как во всех других уже более современных процессоров ты по-другому просто его не вставишь а здесь вполне можно было моментально себе все спалить вот материночка имеет у нас три полноценных пися и слота и 3 и со слота вот они 16 битные вы со слоте у нас красуется sound blaster 16 а специй слоте у нас стоит voodoo rush легендарный видео ускоритель с видеокартой совмещенный и также стоит контроллер юсби вот один юсби даже есть внутри и там за кабелями за кабелями за кабел менеджментом моим так называемым стоит память формата sim собственно все уже все в сборе у нас материнка просто память винты видеокарта звуковая карта и даже плата на юсби написали пор и теперь мне гораздо проще почему мне проще потому что мне не нужно теперь переписывать какие-то данные через дискету либо сидером просто вставил флешку и так запускаемся вот у нас запустился уже наш 3dfx voodoo rush на чп альянсами кондактор вот наша система видите а м486 dx4 100 мегагерц 32 мегабайта памяти типа fpm я установил это два модуля по 16 мегабайт вот такой вот bios покажу вам принципе почти такой же вид bios у меня был и на первом pentium здесь есть автодетект жестких дисков что очень удобно не нужно вручную прописывать как раньше она была на двойках на тройках и на первых четверках принципе ничего особенного время дата жесткие диски гибкие диски единственное что я заметил на этой плате на 4 dps что здесь что-то с часами тут либо кварц нерабочий потому как вот я выставил дату время да пока комп работает часы тикают как только его выкопал потом включаю на следующий день или там через два дня у меня часы останавливаются на том моменте где я отключил комп я не знаю с чем это связано возможно вы знаете пишите в комментарии кратенько по bios у пробежимся здесь можно загрузку с c поставить уже вот это я так понял важно выставлять fast потому как будет будет тупить настройка чипсета вот это вот единственное что в write back или в write true ну я высчитал что в write back это функция быстрее работает это что-то связано с записью и кэшированием данных на жесткие диски дальше все неизменно геймпорт нам не нужен я его отключил power management я не трогал все как стояло так стоит здесь тоже ничего не трогал все как было вот по умолчанию так у нас стоит пароли никакие конечно же не ставил выходим без сохранения потому как у нас все хорошо сейчас все нормально все настроено я думаю любители ретро железо оценят это потому как это все таки приятно такие системы грузить ну и в какой-то степени это конечно же ностальгические воспоминания из детства потому как первый компьютер у меня был 97 год это pentium 1 166 мегагерц ммx 16 мегабайт памяти никакого сидером а никакой звуковой карты и в помине не было стоял warcraft 2 и lions еще пару каких-то таких мелких игрушек не очень как бы интересных это для меня и мне приходилось играть в этот warcraft 2 это было нечто конечно а данные в те годы приходилось папа приносил например need for speed 1 я помню что папа принес на 30 вот таких вот дискетах то есть там был архив поделенный по 144 мегабайта и вот так вот каждую дискету вставляешь переписывать вставляешь переписываешь и шо вы думаете конечно же с первого раза не получилось потому как несколько дискет отказывались читаться и это все уже второй раз уже папа записывал приносил я это все перекидывал и потом уже разархивировал на ком потому как купить сидером сами понимаете они тогда стоили просто ну сотнями баксов исчисляли сцены на сидером и даже у нас есть несколько дисков первый наш диск это винт который чистая под до сделал он разбит на а он всего 2 гигабайта и 2 гигабайта в систему и второй винчестер он сороковка но bios видит только 8 гиг и поэтому он разбит по 2 гигабайта 4 диска вот это самая популярная наверное программа для тестов под доз и это большой респект человеку которого который собрал эти все тесты это очень круто доз бенч вот видите здесь есть первые это просто какие-то там тесты популярные дозовский а потом идут уже игры видите doom quake то сейчас будем проходить их так начнем с 3d bench 10 нажимаем единичку и у нас получается 62 и 5 условных попугая интересно будет как это все на более мощном процессоре которые я попозже поставлю это am5 x86 или amd x5 133 гигабайта pc плеер бенчмарк давайте посмотрим пятерочку нажимаем да помню тоже такой бенчмарк в доме это типа какое-то там базовое 3d наверное но в софтверном режиме я так понимаю в программу ну можно сказать что это топовый 486 потому как здесь стоит 3d fx в дураш благодаря тому что есть pc и шины здесь стоит usb рабочий контроллер причем работают флешки можно с флешки и на флешку записывать так doom смотрим что у нас будут в игре doom я уверен что такую игру вы помните почему-то он поставил такое маленькое окошко хотя я помню что я у друга своего играл на компьютере ему купили родители com 386 там был doom мы играли на весь экран практически и она немного подтормаживаю и там стоял же шнупи си спикер понятное дело ну так пищала на всю квартиру я помню но играть было круто так и тут мы получаем 853 реалитикса да сравним потом с x5 сколько там будет так квейк тайм демо грузим с вами квейк тайм демо квейк тоже очень крутая игра но я помню что она у меня появилась где-то в начале двухтысячных уже а квейк я тогда только ну так краем уха слышал и помню мне еще на день рождения подарили диск с квейком 3 у меня был фидером но у меня была видеокарта на 1 мегабайт это из 3 трилла я конечно же в него поиграть смог аж в 2005 году уже когда обновился до пентиума 3 или селерона на базе пентиума 3 в принципе квейк работает ну видно что тормозит но я ожидал что гораздо хуже будет я думаю что если бы у меня вот так работал квейк в те годы я буду счастлив даже вот такими тормозами ну прежде всего я думаю что это видео интересно людям которые тоже как-то там краем застали эту эпоху когда бы начинались эти персональные компьютеры вторая волна скажем так это 90-е годы середина там ближе к концу девяностых уже начало сильно развиваться ну можно сказать что четверки вот 486 в 95-96 году это был такой low-end уровень рынка самый-самый бюджетный уровень рынка то есть у кого там чуть денег побольше было те уже конечно же брали пентиум пентиумы и пентиумы mmx это был в топ на то время в 95-97 год и что сказать я очень благодарен своим родителям которые решили все-таки под накопить и взять уже пентиум потому как разница ну просто колоссальная между этими четверками и пентиумами так здесь мы получаем 969 фреймс 107 секунд 9 фпс друзья 9 фпс что у нас есть дальше K System Information вот он что у нас дает System Information IBM RT All Compatible AWARD BIOS CYREX 486 88 МГц почему-то он определился это очень странно ну да ладно видео адаптер VESA Compatible непонятно это в общем тест который особо не блещет современности память драйвера разные а вот смотрите что показывает вы то есть видите наш наша система быстрее чем пентиум 66 мегаверс ну чуть-чуть быстрее но все таки быстрее вот 486 DX 33 мегаверс а это 386 DX 33 мегаверс ну смотрите я кнопочку Turbo отжимаю и у нас ничего не меняется почему-то честно я не знаю почему оно должно меняться то есть заметно должна система медленнее становиться но ничего не меняется почему-то ну да ладно Speed Sys смотрим Speed Sys так вот это хоть видео наше нашел видите Alliance Promotion AT3D вот наш процессор чуть-чуть не дотягивает до AM5 x86 но быстрее чем 486 DX 2 50 мегаверс вон тут даже Атлон 600 где-то в конце есть ну в общем программа гораздо современнее чем это железо ну собственно как то так ну что друзья давайте наверно переходить к играм с чего начнем начнем мы я думаю с Duma 2 как вы думаете причем зайдем посмотрим что у нас в настройках работает ли у нас здесь музыка Sound Blaster давайте представим Sound Blaster AirQ 5 у нас для AMA нижний 1 а верхний я уже не помню по-моему 5 попробуем сейчас да звук есть ну собственно он все режим Denki ну что друзья трогают немного ностальгические чувства ну прежде всего обращаюсь к тем кто застал эпоху по этих игр помните как рубали в свое время да это конечно культовая игра была сделаем утранку больше в принципе никаких тормозов нет нет реально вообще никаких тормозов то есть если на тройке у меня есть 386 там тормоза чувствуется в Duma здесь вообще нет ну по крайней мере пока сколько часов я провел в эту игру это просто не передать сейчас кстати вроде тоже какой-то Doom вышел который очень похож на вот этот но только с очень крутой графикой уже естественно я помню что здесь был какой-то дополнительный уровень что-то здесь открывалось я помню не помню уже как в общем как там можно было туда на уличку выйти я уже не помню где то ли тут где то какой то а вот а нет это не то это просто медикаменты в общем что-то тут открывалось что можно помню было на улице кстати вот тут видите немного есть подтормаживание вот когда я кручусь в общем игра была огонь помню даже коды на нее вот это бессмертие видите у меня глаза стали золотые а вот это кодное оружие вот это мое любимое было клинет это вообще огонь вот такая еще есть такая вот штука замораживающая такая это что-то было очень мощное бензопилак кстати это вообще крутая штука ну и переход на другую базу ну шо вот это вообще кайф я помню что рубалик такое где обеду там ну в общем в общих чертах я думаю понятно вы помните в принципе идет игра вообще отлично итак друзья Need for Speed первая часть самая первая часть NFS это была вторая моя игра наверное в жизни на компьютере честно говоря я вообще первый раз ее запускаю со звуком я помню что ну у меня не было просто звуковой карты когда я ее проходил поэтому очень необычно ее запускать со звуком да вот он друзья самый первый Need for Speed 95 год здесь можно было выбрать тачку вот это конечно самая крутая она рвет вообще это оппоненты это оппоненты нужно выбрать либо какие-то одни марки машин либо выбрать разный ну и здесь выбрать уже уровень ну и здесь выбрать уже уровень шо у нас в общинсах первая часть первая часть игра 140 на 480 тут наверное лучше поставить поменьше потому что я чувствую что тормоза будут очень сильные поэтому эта игра все таки сделана для Pentium 1 ну и как видите игра идет с тормозами все таки можно было вот так камеру поменять сделать ее сверху сзади сверху графика конечно реально оставляет желать лучшего но вы должны понимать что это 95 год тогда в принципе еще было наверно только только зарождались такие прям массовые 3d игры но это было круто я вам скажу поиграть в такие гонки мы умудрялись даже с друзьями играть просто на вылет такие эффектные здесь столкновения есть вот меня все обогнали ну в принципе поиграть можно в принципе пройти эту игру я думаю что можно на этом процессоре вот тут даже сигнал есть не знаю зачем он правда ну это конкретно карта под гонку но тут еще есть карты трассы в которых есть ну обычные машины которые не участвуют в гонках ну вроде как даже полицейские но это не точно я уже плохо помню в общем вот так вот выглядел Need for Speed 1 те кто не знал я думаю что вы вы удивитесь потому как некоторые кто смотрят наверно начинали с Need for Speed Underground я не знал нсс 2 меня честно говоря вообще не впечатлило мне понравился третий четвертый там уже и графика была круче в принципе ну сама игра была как то более реалистично в общем в общих чертах я думаю понятно будем смотреть следующую игру так что у нас там дальше Duke 3D друзья это тоже одна из первых моих игр которые я поиграл на компе естественно я играл без звука но теперь у меня будет звук я надеюсь в Windows точно был Долговато загружается конечно да звук есть супер ну в принципе Duke тоже довольно играбелен на этой системе Duke я помню что тут 3 уровня если не ошибаюсь можно выбрать да вот а 4 даже видите какой то заберст у меня было 3 а тут какая то более новая версия если здесь даже посмотрим ничосе тут даже видосик какой то есть честно я даже не знал что в Duke Nukem какие то видосики есть ну типа прикольно и игра конечно реально культовая ничем не хуже чем какой то Quake там или Doom а порой даже интереснее так куда нам здесь идти сюда что ну немного есть подтормаживание честно говоря а вот сюда же тут сразу нас встречают монстры тут сразу нас встречают монстры ну ну с натяжкой но можно поиграть ну и не легкий уровень, буквально сначала, тут он мне наверное помогает, да, к сожалению уже тормозов играть конечно проблематично, ну ничего, мы сравним с тем как игра будет идти на более мощном процессоре, на M5 x86 итак, Warcraft 2, это первая игра которая была установлена на компьютере который купили родители, 1997 год я даже не думал что мне понравится стратегия, но мне пришлось сделать так чтобы она мне понравилась, потому что у меня выбора не было, у меня стоял я помню lines, поле чудес и Warcraft 2, конечно же я выбрал Warcraft 2 и игра реально мне очень понравилась, не сразу конечно, но спустя несколько дней игры я понял что она реально интересна, здесь можно либо компанию, либо пользовательскую миссию взять местность мне очень нравилась по устарше ну сейчас в принципе просто запустим одну из миссий, чисто посмотреть стратегия, да, нужно устроить здание, добывать ресурсы обучать войска, ну и собственно идти завоевывать земли противника ну и честно говоря, когда вышел Warcraft 3, я конечно же поскольку я фанател от второго Warcraft 1, я в принципе не знаю даже как выглядит я установил себе Warcraft 3, но сколько я бы в него не пытался играть у меня не было, как бы, тех ощущений, тех эмоций, какие у меня были, приобрел вот Warcraft именно второго почему-то вот он мне как-то вот более реалистичным показался, что и поэтому ну, в общем, Warcraft 2, я считаю, что топ сейчас там какие-то доты играют уже, ну вот честно говоря, мне это тоже не зашло вот единственная стратегия, которой я вот так фанатично играл, это Warcraft 2 позже был еще Starcraft, какое-то время я тоже был играл, даже в компьютерных клубах, я помню, с товарищами и друзьями но это уже все не то Warcraft 2 это, конечно, был топ для меня, значит ну, что можно сказать, конкретно в нашем случае, никаких тормозов я не вижу, абсолютно играбельно отправим его за золотом, в рудник, вот это, видите, золотой рудник причем, через какое-то время, там, если много крестьян у него ходит и долго, то он опустошается и взрывается, нужно искать новых также нужно создавать новых крестьян, а, видите, у нас осталось себе пищи, нужно ферму построить и добывать также еще и есть ну, в общем, это все долго объясняет, в принципе, сейчас в целях обзора мы поняли, что играть в эту игру можно и, скорее всего, она сделана как раз под 486 процессов дальше, друзья, GTA 1 GTA 1, я думаю, что GTA многие запомнили с GTA 3 уже так, это как его закрыли, а, у него GTA 2 ну, примерно, вот так выглядело GTA 1 о, друзья, здесь есть 3dfx-оверсты, вот это круто, конечно, у нас как раз сейчас установлен 3dfx-оверсты интересно будет на работу потому что под DOS я еще не запускал 3dfx-оверсты ну, и сразу же мы видим, что, скорее всего, она будет тормливать трэвис женщинка, можно выбрать, чтобы играть ну, ладно, возьму трэвис ну, почему-то в этой версии есть только Liberty City но тот GTA 1, который был у меня там нужно было выбрать 3 города здесь, почему-то, только один ну, да ладно, давайте попробуем 3dfx я помню, в GTA 1 я тоже играл прилично довольно время вот такая красивая графика конечно же, это гораздо круче, чем было в то время, когда я играл что я вам скажу, друзья здесь гораздо лучше работает, чем если запустить в софтверном режиме и подвинуться тут еще как-то более-менее играть можно хотя звука нет почему-то реально нужно играть это очень интересно и графика, конечно же, покруче, чем в софтверном режиме тогда процессор обсчитывает все видео видеокарта просто выдает так, что-то он мне показывает что мне надо принять звонок что надо сделать, просто подойти что-то там пишет кого-то там замочить, короче, надо и вот так вот это не как сейчас в GTA можно карту посмотреть есть этот радар, да здесь просто по стрелочке надо было ехать и бывало, что это очень нелегко было туда-то доехать просто по вот такой стрелочке потому как в городе тоже несколько островов и нужно было найти мост точнее, знать, где он находится чтобы переехать на другой берег на другой остров и там найти, собственно цель задания цель миссии ну что сказать, в принципе прикольно работает игра ну вот видите, за удары за то, что переехал кого-то, тут будут какие-то баллы можно пойти взять, угнать другую тачку видите, вот так вот так вот, да, первая GTA выглядит друзья я думаю, что вы будете удивлены, если вы не знали что вот так выглядела первая GTA вид сверху да, тут только вид сверху смотрите, нужно мотоцикл даже взять это класс вообще но только я сразу с него упал, правда чувак убежал ага заход только слева все правильно ну как он быстро ездит да, немного, конечно, игра подвисает ну не так, как я думал я думал, что вообще нереально играть ничего себе, тут даже метро есть вот это да да я, конечно, помню, когда я увидел GTA 3, я просто обалдел я такой думаю, что так можно было когда я увидел, что это что вид от третьего лица а не просто о, смотрите, я взорвался я обалдел, честно говоря ну в общем в общих чертах понятно я думаю, если кто-то захочет поиграть вы можете или через эмулятор поиграть либо прикупив тоже какой-нибудь Retro.com не обязательно четверку можно Pentium 1 брать Pentium 2, там тоже это все будет работать так, думаю, играли уже давайте посмотрим кстати Half-Life посмотрим потом попозже будет ли работать или нет не знаю Hexen в лучшем интересно введем Setup Sound Blaster вот вот Hexen я, кстати, не застал это тоже что-то типа Doom я так понял да, ID Software я смотрю по расположению файлов очень похоже на стилистику ID Software файтер манк какой-то интересное что это такое ну давайте попробуем так вот можно на весь экран в принципе вроде нормально работает ага, да, вот эти уражины пошли что, в принципе интересно где он делся а, ну он уже упал я думаю я был бы счастлив если бы у меня была эта игрушка в те времена, когда я уже прошел Doom и все остальное когда было очень тяжело достать вообще какие-то игры не было даже ни дисков тогда не было ни дисков тогда не было ни дисковода не было вот так можно было только на дискетах переписывать друг от друга с компьютера в интернете вообще-то только мечтать можно было ну он был, но где-то там на фирмах корпоративных интернет был в бизнесе и кто там делал лапку и там еще прикольная игра можно чуть поменьше сделать непонятно, что это какая-то колба с зеленым веществом что это такое непонятно ну вот это я понял, что жизнь тут еще и разрушаемые мерки не могут оружие как-то можно менять? не понятно, что от удара кулаком лист не приедет ну в общем понятно с Эксом я не застукал особо много не расскажу про эту дорогу ну что загружаем Windows и посмотрим на самое интересное запустится ли здесь Half-Life в принципе Windows 98 установился сюда довольно хорошо нашел все драйвера кроме видеокарты и кроме USB 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 с небольшим трудом удалось поставить нужно соблюдать определенную последовательность нужно удалить все драйвера которые установит Windows на USB ну через систему через панель управления и менеджер устройств и потом установить определенный файлик это я в прошлом обзоре смотрел можете перейти посмотреть и USB будет спокойно работать здесь на четверком на 4806 машине и так что нам интересно нам интересен конечно же JL Quake интересно это Quake 1 но с поддержкой 3dsx то есть уже с OpenGL графикой ну точнее Glide так называемый драйвер для конкретно 3dsx вклад ну что Quake работает конечно же с тормозами но графика очень классная реально с 3dsx это вообще другое дело по сравнению со стандартным программным программным режимом ну что попробуем single player new game ну собственно видите сами да если я оборачиваюсь куда-то к стенке то вот нормально видите абсолютно работает как только я поворачиваюсь где видно уже много нужно отрисовывать для видеокарты точнее для процессора тут видеокарта наша я думаю что наш 3dfx он просто отдыхает сейчас тут все возложено на процессор сейчас он занят на все 100% ух ты куда ты упал я хоть отсюда выйти не понял ну ладно пусть будет так в принципе играть тяжело графика хоть и красивая но реально тормоза хотя я думал что 3dfx решит проблему частично ну сколько у вас тут собаки какие-то ничего себе вообще друзья Quake 1 это первая игра которая была уже настоящая 3d использована то есть там не текстурки были там а настоящая 3d уже действительно трехмерная графика уже была и на этом движке кстати Half-Life и Counter-Strike работают на движке вот этого первого Quake мощный такой ну что друзья попробуем запустить Half-Life на 486 честно сгорают любопытство вообще запустится ли хотя бы меню да да уж тормозит буквально уже заставки ну в данный момент нам интересно просто запустить даже не то что понятное дело что оно будет неиграбельно но интересно просто хотя бы запустить хотя бы увидеть вот тут картинку ту самую вот вот есть 3dfx мини драйвер именно он нам и нужен потому что с вот этим оно не запустится потому что у нас сейчас 3dfx видео карта стоит точнее видео ускоритель так аудио тоже выберем вот это вот все чтобы оно у нас хоть как-то если не первое игры max player не знаю поставим 2 не знаю на что это может повлиять мало ли может это повлияет на производительность и так держим кулачки возможно что-то будет мне кажется что игра загрузится попробуем построить не не подстраиваться видео на наш монитор не рассчитан под разрешение 400 на 300 но это и не удивительно ведь это монитор начала 2000 вот видите Half-Life 1.0 это первая версия наверное первый билд я не знаю просто не разбираюсь какой там первый я уже играл в 1.3 в первом Half-Life помню еще в те годы диск купил пиратский помню тогда были пиратские диски продавались у нас 1.0 можно было любую игру любую программу взять на этих пиратских дисках стоили они там по 3 или по 4 гривны что-то такое ну в общем копейки ну я конечно же брал не за Half-Life а за Contra и за Counter-Strike но там же и был и Half-Life понятное дело Half-Life я кстати практически полностью прошел дико интересная игра в те годы в конце 90х реально очень интересно было ну ё-моё если она запустится это конечно нечто будет пусть там будет 1 кадр в секунду но это просто реально круто Half-Life на 486 компьютере это просто жесть то есть по сути он всё друзья он запустился Half-Life запустился у нас на 486 это конечно нечто ещё и с 3DFX это конечно нечто да это конечно же не играбельно абсолютно ну видите сами играть конечно же в такое нереальное ну просто сам факт что оно запустилось оно не потребовало ММХ инструкций хотя я был уверен что просто элементарно я в это даже упрёс что процессор не ММХ и даже не Пендиум да это конечно прикол так честно я не ожидал этого эта игра конечно реально культовая думаю многие из вас дорогие зрители такую игру знают и помнят может даже и сейчас кто-то играет да уж это сильно кстати эта игра сделана на движок первого Quake который мы тоже в обзоре смотрели в моём это доработанный движок первого Quake да да друзья это конечно нечто этого я не ожидал естественно если поставить каких-то ботов или попробовать каким-то образом сетевую запустить тут просто нереально будет вообще будет наверное один кадр в минуту у нас даже консоль есть тут наверное такой команды ещё не было не помню была вот такая команда можно было вывести FPS нет ещё такой команды нет ну в общем выходим я думаю что вы поняли это реально победа я сам конкретно удивлён это круто так что нам скажет CPU-Z это стандартная программулинка которая показывает инфло системе ну он очень немногословен в этот раз просто показывает что у нас четвёрочка фэмили 4 модул 9 степпинг 4 одно ядро естественно кэш материна память просто показывает сколько спд вообще ничего ну и в графике тоже ничего так ну интересно запустить VREST это что-то подобие современной iD64 программа которая максимально объективно показывает вообще что установлено в системе и возможности этих компонентов так программулинга запустилась заходим суммарную информацию увидим опять-таки наш DX4 на 100 МГц материн автомата борт 4 DPS 3 ISA слота 3 PCI и 2 SIM под память вот он установлен тип FPM видео адаптер вот наш VoodooRush и звук Sound Blaster опять-таки 3dfx VoodooRush SST96 кодовое название графического процессора конечно же никаких датчиков температуры здесь в принципе будет нет не может загрузка ЦП была 100% только что ну что не удивительно никакие инструкции у нас не поддерживаются вот мы видим но это 2006 год конечно тогда уже были всякие Athlon 64 Athlon XP и Pentium Extreme Edition подпишем Socket 3 чипсет наш северный SIS 85 C496 тип памяти fpn интересно это можно сюда поставить так вот наш VoodooRush видите Alliance Promotion AT25 это 2D видеокарта которая находится на одной плате с 3D ускорителем 61 МГц 4 МБ памяти вот сам ускоритель VoodooRush 50 МГц хотя этот 60 2D чип ну судя по всему ускоритель использует всего 2 МБ память из 6 установленных на этом чипе тоже интересно так ну и что еще интересно конкретно мне очень интересно запустить здесь какой-то mp3 винар будет ли он здесь вообще работать потому как на тройке он никакой mp3 даже в очень слабом битрейте просто-напросто сразу же комп виснет если ты включаешь VINAMP и какую-то mp3 интересно здесь на четверке в принципе должно работать на Pentium работало отлично итак перекатаем пару звуковых дорожек в mp3 с флешки на винт и оттуда уже установив VINAMP и кодеки запустим установим VINAMP это самый популярный плеер ну был раньше сейчас не знаю как вообще люди им пользуются или нет помню был винамп и аимп какое-то время ну там каждый по предпочтениям устанавливался бы тот или тот плеер в принципе винамп не нравился больше всего прежде всего своей простотой использования аимп был более красивый такой плеер сейчас наверно уже все слушают прям в онлайне и уже наверно никто особо не пользуется этими плеерами на винду итак VINAMP запустился ну по крайней мере запускается уже хорошо так говоря звук вроде как без без тормозов да попробуем пару файлов добавить звуковых ну вот как-то так вот эту визуализацию убрать бы потому как она может ресурсы очень жрать ну видите с тормозами все-таки хотя это 320 кбит возможно если 96 или 128 поставить то не будет таких тормозов ну вот все и ну 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 в общем тормоза хотя вот этот файлик работает нормально то есть наверное если поставить низкий битрейт то можно будет служить на будет как-нибудь проверить потом друзья какие выводы лично я для себя сделал конечно же mdx 5 естественно логично показал более высокую производительность чем dx 4100 486 но как бы опять таки повторюсь что этот x5 это уже как бы такое не совсем 486 это что-то промежуточное это как бюджетный сегмент пентиумов на то время на середину 90 опять-таки по моему личному мнению но что меня удивило так это того что тут это то что запустился half-life 1 запустилась меню и даже запустилась игра конечно же этот это нельзя назвать играбельностью это один-два кадра в секунду примерно по fps но сам факт что half-life запустился на 486 машине это очень удивительно второй нюанс который я для себя выделил что наличие 3dfx вуду действительно немножечко разгружает процессор и позволяет получить немного больше кадров в секунду нежели софтверно в программного рендеринге 3d используя обычную двухмерную видеокарту типа s3 trio или еще чем хуже и сашную какую-нибудь карту поэтому естественно я много ошибок допустил я использовал игры в которые лично я сам играл детстве естественно 486 для него нужно нужно брать игры гораздо менее требовательные поэтому вы можете в комментарии оставить тот список игр которые вы хотели видеть на обзоре 486 компьютере посоветовать мне просто также обязательно пишите в комментарии какие вы еще хотели бы видеть обзоры ретро железа возможно возможно триста восемьдесят шестых двести восемьдесят шестых возможно и к стишку хотя если честно говоря и очень сложно сейчас найти и они очень дорого стоят на вторичке также если хотите прислать какую-то свою железку чтобы я сделал обзор обязательно можете мне прислать найти мне в инстаграме мы спишемся либо по email прислать мне какую-то железку если если как бы жалко выбросить лучше дайте мне я сделали сделали на нее обзор ведь людям некоторым реально интересно вообще работают этих старых железяк таким же как и мне наверное у меня хоть бы такой просто коллекционировать эти старые железки вот всем спасибо за просмотр друзья до следующего видео всем пока